Король Одесса это большой-большой мировой бренд для Украины. И он мировой бренд в первую очередь из-за того, что он имеет потрясающую историю, потрясающие паблиники культуры и истории. Мы должны гораздо раньше были собраться. Мы упустили несколько моментов, когда принимали сонники новые Одессы. Я предлагаю в более живом режиме это продолжить. Мы можем поехать на 2-4-5-й, сколько я хочу сказать, если объехал. Проходят к форуму военной и бьют местных... По толщине арматуры видно, что это не низкоэтажное строение, это будет высотное здание. Однозначно. По характеристикам по всем. Таким образом, что они делают? Они ставят одно здание, мало того, смотрите, очень минимальное расстояние. Вот это здание является памятником архитектуры местного значения, находится под охраной государства. Вот так это классическая афера, что проводится с французским бульваром. Если есть историческое здание, то по другой процедуре. В любом случае результат один и тот же. Снести все и построить высотные дома. Это все санаторий. Вы должны взять его фотохрану. Михаил Николаевич, вот таких объектов, видите, они вроде небольшой, но это древний и куча. И можно экскурсии возить, понимаете, в чем дело. Кроме того, они в парковой зоне. И вот эти все моменты, это принципиально, это есть, чем торговать, экспортировать туризм. Вот это надо реставрировать, сохранять и защищать. Реальная ситуация такая. Потом должны ожидать, что тут будет пожар какой-то, какой-то обвал произойдет. Потом еще что-то. И потом через, там максимум, через полгода они скажут, извините, там уже надо застраивать. Таких объектов очень много на самом деле. Мы можем вам показывать и показывать целый день. Поехали. Вот то, что сейчас мы видим, мы только что увидели другие памятники, которые, один из них находится на пути превращения в эти же руины. А по-другому мы можем увидеть, что будет потом. Каждый из памятников Одессы просто проходит несколько переходных циклов до этих руин. Это делают жадные, коррумпированные чиновники. Поэтому я совершенно согласен с активистами, что нужно это все останавливать немедленно. Нужно просто список, внести их в историческую спадщину. И потом уже добываться параллельно отмене зонника, изменение вот этих коррупционных норм, которые они попринимали в городе. Поехали, Домруссово. На основании 18-й статьи охранного договора город давно мог изъять квартиры у недобросовестных владельцев исторической памятника и забрать. И в Киеве уже есть такие прецеденты. И тем не менее город остается глуп к нашим просьбам. Господин Труханов давал интервью по телевизору, что пожар неумышленный. А как же ты, великий пожарник, господин Труханов, зашел в этот дом и своими компетентными сведениями дал, уже сделал ревизию здесь и следствие провел. По этому поводу я подала заявление на Труханова. Я попросила расследовать заявление Труханова о том, что он дезинформирует население о том, что поджог непредумышленный. Потому что горело три дня, а он в первый же день уже расследовал и уже дал заключение всему городу. А что ж мэр так наглую обманывает и крутит нами, как пешки. Мы дежурим по очереди. То есть мы сами все здесь. Камеры здесь установили, чтобы видеть, когда поджигают. Сбрасывали со всеми, чтобы если что люди прибегали кушать. На втором этаже подрезали потолок и он рухнул год назад. Торпан подает, а я не доработал 11 миллионов. Дайте мне за инфекционку 51 миллион и отсуживает. Государственных денег. Государственных, наших денег. У нас нет такой истоты, которая называется государство. Государство это мы, это наши деньги. Была манифестация в администрации президента как раз против Труханова. Ну, как бы требованием привлечения его к уголовной ответственности. Ну, как бы сказали, что он это избирательная должность. И как бы все зависит от местной громады. Хотя те же самые активисты местной громады вывели на банк. В администрации была месячная акция протеста против политики Труханова. Делайте что-то помогательное. Мы должны поднять просто всеобщую тревогу на всю Украину. От всего сердца спасибо вам, правда. Реально, если бы не вы, это не просто достояние этого города. Хотя Одесса мировой бренд и достояние Одессы это очень важно. Это достояние всей страны, всей Европы.